В столице полицейские смогли устроить встречу двух самых близких людей. Отец и дочь не виделись 8 лет. То ли юношеский максимализм, то ли что-то другое. Катя Куханова и сама не может сейчас ответить на вопрос, зачем в 12 лет она бежала из родительского дома. О нелегкой судьбе алматинской беглянки расскажет Шолпан Эмманбаева. С родным отцом Катя Куханова не виделась целых 8 лет. Она ушла из дома, когда ей было 12. Скиталась по подъездам, перебивалась с хлеба на воду. Но ни разу не пожаловалась, некому было. Отец жил в другом городе и, похоже, был занят своей личной жизнью. А мальчика оказалась, как в старой доброй сказке. Мальчика выжила у меня с дома. Мне пришлось, чтобы быть на улице. Я осталась на улице. Приходилось зарабатывать, как могла. Здесь я работала в кафе посудомоющей. Все это время отец Кати пытался найти ее, но тщетно. Узнав, что дочь нашлась, он бросил все дела и приехал первым поездом. Она конфликтовала с той женщиной, которая жила. Я об этом не знал. Едет по рейсам. Узнали, что нашлась, а что домой заберут. Если бы не рейд сотрудников департамента внутренних дел, возможно, скитания Кати так и продолжались. Действия рождения отсутствуют. На удостоверение личности она не документировалась. Частически то, что в период нахождения у нас в приеме к распределителям, мы частически проверили данную гражданку. Дальше выдали документы, то есть правку о местонахождении в приеме к распределителям. И органы утрудил, в городе Алматы тоже всячески поддерживают, помогут. Семье Бойко теперь новая жизнь. После возвращения Кати у дочери с отцом большие планы. Девушка, которая так и не закончила школу, первым делом хочет вернуться к учебе. К слову, в прошлом году в Казахстане числились в розыске 950 подростков. Около 900 из них уже найдены. Шулпана Иманбаева, Марадиханбаев, Астана.